Приветствую Вас! Наш глава разведки сказал, как будем возвращать Крым. Будем возвращать Крым дипломатическим путем, но с использованием украинских вооруженных сил. Понятное дело, что для того, чтобы садиться на стол переговоров, сначала надо разбить врага, в данном случае российских оккупантов, освободить территорию Украины, а потом можно. Помогите, дипломатам всегда проще вести переговоры, когда российская армия разбегается, когда в Кремле истерика, когда генералы начинают стреляться, когда горят военные заводы и склады, когда взрываются военные базы, тогда, знаете, дипломаты очень хорошо сговорчивы, я имею в виду с Россией, а до этого, понимаете, вот эти все заявления, там, Макрон львить, патронить, еще какие-то терпения, типа, надо дипломатическим путем, дипломатическим надо, не спорю, но сначала уничтожить российских оккупантов, по той просто причине, что, понимаете, вот эти оговоры, типа, ну вы уйдите, не уйдите, это не работает, а вот когда их уничтожают, да, нет, история знает случаи, знаю случаи, когда, грубо говоря, ну, со всей территории не выбили, ну, разбили, как бы, большую часть таких вооруженных сил, и тогда уже враг сам решил вывести войска, такие истории знают, мировая история-то была, но случаев, когда, вы даже не представьте, были моменты, боевались страшно сколько лет, после этого, конечно, в итоге, когда дипломаты начали беседовать, и договорились, ну, давайте так, значит, вот по границе вернемся, то есть, сначала туда-сюда шастали, а вы говорите, все, 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 возникает только значение, ну, по этой причине здесь такая ситуация, понимаете, чисто дипломатическим не сработает, по той простой причине, что здесь уже амбиции, понятно, все понимают, что Крым и территория Украины, все происходно понимают, в мире, за исключением, там, российских шевнистов, это не считаем, и все происходно понимают, что Украине должны вернуть ее законную территорию, логично, но, вы же понимаете, тут же начинается вот это, сакрально, глубинный народ, ну, глубинный народ, что, бутылку водки, говорит, Крым наш, все, по этой причине, да, действительно, я так понимаю, Путин бы давно, вот Крым, четко бабушке, там, может, ему сложно, можно даже как-то глубинному народу пояснить, типа, а зачем же 150 тысяч российских граждан уже погибло, потому что 150, вместо того, даже больше, у него, по отчетам, 148 тысяч граждан России погибло во время этой спецоперации, но это не посчитали с вагнерцем, сразу говорю, там, вагнерцем допрессовали, но они всяких тоже считали, так же, такая ситуация есть, и так, действительно, как только начнем активно уничтожать, сразу полегшает, насчет взрывов, ну, как бы, на территории России, да, будет больше, вот оно абсолютно тоже, что по мере войны, вот, пожары, взрывы, там, на территории Российской Федерации будут увеличиваться, 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 причем здесь, смотри, с одной стороны, это действительно, ну, как бы, какое-то отношение имеет к украинской армии, а большая часть это будет российский патриот, поймите правильно, вот, когда я, почему объясняю, что, в чем изюминка России, в чем абсурд России, привет, так как там старый дурак-царь, то, соответственно, там революции не может быть, там может быть бунт, да, на сегодняшний момент, граждане России поджигают заводы, поджигают склады, не потому что, а потому что это бунт, а бунт, это всегда погромы поджогы, что же вы еще хотели, и действительно, будет увеличиваться, 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 отношения к Украине не будет, это вот, инициатива будет сходить с самого глубинного российского народа, который будет мстить царю-батюшке, жестоко мстить, потому что дураку, царю-батюшке, только так, встят, традиции, вот, такого вот нюанса, что вы думаете? Нового Пугачевщина ждет Россию, да, это даже не гражданское, это страшнее Пугачевщина, потому что в истории, конечно, изобразили такого Пугачева, национального героя, действительно, он был действительно довольно жестокий, сумасшедший, любил погромы и ужасы, что было, то было, так что ждите, ребята, ждите, скоро будет вам весело, что есть, то есть, благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok